Там интереснейшая будет конкуренция, в первую очередь связанная с Жереми Стравьюсом, который, пожалуй, в отсутствии Станислава Донца здесь является фаворитом номер один. Но самое главное, это выход в финал здесь на сотне двух россиян. Для Виталия Мельникова, возможно, это уже достижение, которому удивляться не приходится, хотя в короткой воде он в личных дисциплинах в финал не выходил при здоровом Донце. И Витчанин когда-то приезжал в короткую воду. Ну и Андрей Шабасов, вот для него это точно очень большое достижение. Нулевая дорожка, Ральф Трибунцов в Эстонии, и он тоже попал в финал впервые в своей карьере. И в короткой воде, и в длинном бассейне до сих пор этого делать так и не удавалось. Никола Банаки, девятая дорожка. Это Камиль Лакура, он по первой сегодня поплывет. Вот Камиль Лакур, Жереми Стравьюс, возможно, это финал, ради которого оба этих спортсмены приехали сюда. Очень серьезная конкуренция. Лакур последнее время больше выступает, переживает по этому поводу. Гай Барни, Израиль по восьмой дорожке поплывет. Андрей Шабасов на ваших экранах, и дорожка по номерам два. Спортсмены Санкт-Петербурга. Первый такой крупный турнир для него был в прошлом году, чемпионат Европы в Шартре. Там он в полуфинале остановился на сотне, вот теперь пробился в финал. И на полтиннике тоже, напомню, был в финале, где показал восьмое время. Кристофер Окирхебборн, британец. Перед ним, кстати, Павел Санкович промикнул. Еще один финал для белорусского спортсмена. Вообще, очень хороший чемпионат Европы у Санковича. В этом году он, напомню, несколько дней назад успел выиграть в Хернинге бронзовую медаль на чемпионате нынешнем плавании на 50 метров. Виталий Мельников. Четвертая дорожка, посмотрите. Мы вчера не увидели, к сожалению, как проходили вечерние заплывы. Но вот в одном из них Мельников был сильнейший. И к тому же его результат стал лучшим в полуфинальной сессии. Очень неплохой шанс. Но, думается, если Стравьюс и Лакур проплывут по быстрейшим своим секундам, то максимум, зачем останется следить здесь россиянам и за что бороться, это, конечно, бронзовая награда. Но посмотрим. 50.34 время Мельникова вчера. 50.39 время Стравьюса вчера. Время Шабасова 51.28. 51.28 для Андрея Шабасова это, кстати, не лучший результат, на который он способен. 51.25 был уже. Рекорд Мельникова 49.87. Причем в этом году как раз на чемпионате России Мельников так быстро проплыл в Казани. Вот сейчас все по-настоящему. Это уже рубка сезона для всех участников этого заплыва. Мельников чуть-чуть держался на повороте. Стравьюс выходит на первое место. Рядом с ним сейчас немец Кристиан Динер. Скорее всего на третьей позиции вот сейчас обнаруживает себя Мельников. Но рядышком пройдут практически все и Шабасов, в том числе и Стравьюс Динер Окер Хэбборн. На третьем месте графика европейского рекорда совсем недалеко. Рекорд Европы, кстати, у Станислава Донца. 48.95. Рекорд мира Николас Томан. Его автор американец. Очень, кстати, сильный в короткой воде. В следующем году на чемпионате мира, пожалуй, интересное будет соперничество. Интереснейшее. Где Стравьюс, скорее всего, Донец, тот же Томан. Финишная прямая. На первое место выходит Стравьюс. Мельников на второй результат тянет. И в итоге серебряная награда у него. Окер Хэбборд на третьей позиции. Ну и как там Шабасов и Санкоич тоже интересно. Шабасов шестой. Окер Хэбборд и Лакур делят третье место между собой, потому что результат один и тот же. Еще. Случай один, когда по итогам заплыва сегодня сразу двое спортсменов поднимаются на третью ступень педестала подсчета. Вспомните хотя бы 200-метровку кролем и результат манения. Сейчас посмотрим время Мельникова. Рекорд России. Ну, естественно, рекорд Европы он же. Станислав Донецк 48.95. Ну, понятно, что этим секундом результат Мельникова уже точно уступает. Уступает Жерамид Стравьюз. Вот сейчас пытаются утвердить его секунды, его время. Стравьюз пока здесь на чемпионате Европы только одну золотую медаль выиграл на полтиннике. Я помню, на сотне бутерфляя ему показал второе время. Но понятно, что эта звезда, зашедшая абсолютно не случайно, и Стравьюз пришел всерьез и надолго. Причем не только в спину, но и в бутерфляя, и в крыль отчасти, потому что в крыльевых эстапетах он тоже активнейший участник. Тем более после ухода многих известнейших спортсменов, в первую очередь Бернара и Амари Лево. Двести спина женщины. Прямо сейчас этот финал состоится, хотя, возможно, он будет перебит еще и церемонией награждения, потому что к ним как-то незаслуженно рассеянное внимание.